Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в студии Ольга Цхавребова. Мы работаем в прямом эфире. И вот основные темы дня. Добрый вечер! Денис Джабиев удостоился почетного знака «Горячее сердце». Президент Анатолий Бибилов встретился с соотечественниками Владимиром Алкацевым и Иналом Алборовым. Это предприниматели из Москвы, которым небезразлична их малая родина. Они оказали благотворительную помощь Южной Осетии в борьбе с распространением COVID-19. Тему продолжит наш корреспондент Эльвира Тибилова. Меценаты доставили в республику резервуар для хранения медицинского кислорода. Объем цистерны составил 8 кубометров. Глава государства выразил слова благодарности меценатам от имени народа Республики Южная Осетия за помощь, оказанную в борьбе с пандемией. «Это для нас было очень важным, нужным. Во время пика заболеваемости COVID-19 действительно сложилась серьезная обстановка с кислородом, с запасами кислорода. Мы были усилиями Министерства здравоохранения, непосредственно Министра здравоохранения Юрия Феликсовича. Все это удалось избежать благодаря оперативному реагированию по поставке кислородных баллонов. Но острая необходимость была бы в стационарной емкости, которая бы действительно была и которая бы позволила нам не беспокоиться о кислороде, о жидком кислороде, о медицинском кислороде. И эта емкость сегодня доставлена вами. Я хочу вам выразить благодарность непосредственно вам. Хочу выразить благодарность Зуцеву Игорю Дмитриевичу, с которым вас оперировались, и Кукоеву Казбику Терменовичу, и Пухову Олегу Сергеевичу. Это те люди, которые поняли всю важность и необходимость вот этого оборудования и сами же решили помочь Южной Осетии в приобретении вот этой емкости». Анатолий Бибилов также отметил, что очень много людей изъявили желание помочь Южной Осетии в борьбе с коронавирусом. «Это все действительно позволило нам пройти вот этот тяжелый путь с наименьшими, скажем так, потерями. К сожалению, не обошлось и без смерти. Более 60 человек у нас скончалось от коронавируса. Для маленького общества это, конечно же, очень серьезная цифра». Президент выразил уверенность, что резервуар вместе со всеми другими возможностями позволит примерно на месяц обеспечить процесс бесперебония поставки кислорода в медицинские учреждения Республики Южная Осетия. «У нас есть еще договоренность. Тоже такие люди, которые беспокоятся за Южную Осетию, тоже заказали кислородную станцию. Это уже в Санкт-Петербурге, он уже делается. И я думаю, что в конце февраля, начало марта, начало марта, уже эта станция будет тоже доставлена. И, конечно, хочу поблагодарить Инава Витальевича, пользуясь случаем, вы здесь вместе, вместе приехали, тоже поблагодарить за ту помощь, которая была оказана с его стороны, со стороны тех ребят, с которыми они скооперировались, как говорят, и расставили много лекарств. Еще одна партия лекарств, я, насколько понял, прибудет завтра, в эти дни. Это тоже очень важно и необходимо. И в этом плане еще раз и еще раз огромное спасибо за то соучастие в борьбе с коронавирусом, которое в данном случае вы оказали». Владимир Алкацев со своей стороны поблагодарил главу государства за радушный прием. «Я очень люблю бывать в Южной Сите, но, к сожалению, не так часто это удается. Но та ситуация, которая сложилась, позволила мне приехать сюда с этой миссией и представлять тех людей, которые в тот момент, когда шла вторая война, и все были обеспокоены той ситуацией, в которой оказалась республика. Конечно же, это решение было не спонтанным. Наблюдая и мониторить ситуацию, старшие товарищи приняли решение быстро сосредоточить какие-то средства и оказать помощь республике. Но мы знали, что параллельно из других регионов идет помощь. И чтобы не дублировать те средства защиты, которые уже идут, я принял решение связаться с Георгием Феликсом, с чем мы посадили ситуацию. И он сказал, что очень важно было бы сейчас получить такой резервуар, такую емкость для хранения резервного кислорода. И тогда мы нашли предприятие в Свердловской области, которое делает подобные емкости. Провели с ними сложные переговоры, потому что очень большая потребность в стране этих резервуаров. Нам удалось их уговорить и кратчайшие сроки изготовить. Также Владимир Алкацев отметил, что те люди, которые принимали участие в приобретении резервуара, никогда не оставались равнодушными к тому, что происходит на их исторической родине. Вторая волна нас опять объединила. И слава богу, что есть такие здоровые силы в нашей нации, в нашем народе, которые готовы всегда прийти на помощь и оказать ту посильную помощь, которая возможна и необходима для нашего народа. Эльвиря Тибилова, Рауль Кочиев, Зарим Ашсоева, информационный выпуск «Сегодня». Сегодня состоялась расширенная коллегия Генеральной прокуратуры. Генпрокурор Урузмак Джагаев дал оценку общественно-политической ситуации в республике. Говорил он и о раскрываемости преступления. Наш корреспондент Стелла Бязерова расскажет подробности. На полноценное и стабильное развитие жизни в республике в 2020 году повлияло много факторов, как внешних, так и внутренних, отметил в ходе своего доклада генпрокурор Урузмак Джагаев. Внешний фактор – это распространение коронавирусной инфекции по всему миру и ограничительные меры, связанные с ней. Внутренний фактор – это протестная акция в исправительной колонии Министерства юстиции Республики Южная Осетия, посягательство на жизнь министра внутренних дел, смерть подозреваемого Инала Джабиева, спровоцировавшая несанкционированные митинги, отставка правительства, бойкотирование работы парламента. Все эти обстоятельства не могли положительно отразиться на жизнедеятельности республики, на динамику преступности обеспечения законности правопорядка на работу государственных органов, правоохранительных органов и силами структур. Но твердая позиция руководства республики и консолидация вокруг него здоровых сил общества, правоохранительных органов и силами структур не дали возможности выйти в ситуации из-под контроля. Об этом свидетельствует динамика преступности и состояние законности правопорядка в 2020 году. Несмотря на все трудности, Генеральная прокуратура в 2020 году проделала огромную работу. Уровень преступности снизился. В 2020 году было совершено 135 преступлений, в 2019 – 161 преступлений. Раскрываемость составила 80%. По словам Урузмага Джагаева, необходимо обратить внимание на экономический фактор – безработицу, способствующую совершению преступлений при отсутствии постоянного источника доходов. Особое внимание генпрокурор уделил преступлениям с участием несовершеннолетних. За отчетным периодом с участием несовершеннолетних зарегистрировано 5 преступлений. В целом по республике состоят на профилактическом учете 16 трудновоспитуемых подростков и 47 социально неблагополучных семей. За различные правонарушения было доставлено в 2020 году 79 несовершеннолетних. Генеральная прокуратура постоянно вносит свой вклад в работу по предупреждению и пресечению правонарушений среди несовершеннолетних. Каждые полгода производится проверка состояния законности в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при администрации города и районов. Проводится, проверяется состояние законности в деятельности инспекции по делам несовершеннолетних в системе МВД. Регулярно в Генеральную прокуратуру республики приглашаются члены комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при администрациях города и районов. Инспектора инспекции по делам несовершеннолетних осуждаются вопросы о проделах для работы за отчетные периоды. Между тем, непростая ситуация складывается в сфере незаконного оборота наркотических средств. В 2020 году отмечается рост количества лиц, употребляющих наркотические вещества. По словам Генерального прокурора, в этом году усилия прокуратуры в вопросах незаконного оборота наркотических средств будут нацелены именно в этом направлении. Глава государства Анатолий Бибилов тоже затронул проблему, связанную с наркотическими веществами. По словам президента, эта проблема на сегодняшний день стоит остро и нужно сделать все необходимое для предотвращения незаконного употребления и оборота наркотических средств. Президент также подчеркнул, что сегодня идет информационная атака на представителей власти, в том числе на Генеральную прокуратуру. Это не может не сказываться на работе надзорного ведомства. Все мероприятия, все шаги, которые необходимо было принять, конечно, предприняты. Когда прокурор приносит 18 томов уголовного дела, ставит им на стол вот этим депутатам, потерпевшей стороне, и говорит, вы как говорите, что прокуратура не работает. Вот вам 18 томов уголовных дел, где каждый дом, по-моему, там 250 или там 250 с лишним страницем. То есть еще раз, эти люди должны показать обществу, что прокуратура это те люди, которые не беспокоятся о законе, которые не хотят наказывать людей, совершивших преступления, которые абсолютно против своего народа. Ни черта они не патриоты, ни черта они не профессионалы, и вот это вот шаг за шагом пытаются донести до нашего народа. Ведь абсолютно понятно, что эти же прокуроры, эти же милиционеры, которые днем и ночью служат, выполняют свои обязанности. Они тоже из народа, мы все из народа. Мы все представители народа, начиная от президента и заканчивая каждым гражданином Республики Южной Осетии. Нет, нас должны отделить, нас должны сделать, что никакого отношения там правительство не имеет общего, ничего не имеет общего с народом, что у них своя тема, у народа своя тема. Вот это разграничение, раскол, это без сомнения на руку тем людям, которые с одной стороны пытаются дорваться до власти, хотите дорваться до власти, тут я могу сказать, хотите дорваться до власти, подождите выборов и выбирайтесь. Глава государства выразил уверенность, что и впредь деятельность Генеральной прокуратуры будет на высоком уровне. Также указом президента, заместителю генерального прокурора Магомеду Багаеву дали почетное звание заслуженного юриста Республики Южная Осетия. Граждане Южной Осетии не смогут получить свои пенсии. Связано это с тем, что парламент не принимает государственный бюджет. Напомним, группа депутатов бойкотирует работу законодательного органа страны. И пока ситуация с работой парламента не разрешится, не стоит ждать и пенсионных выплат. В проблеме разбиралась наш корреспондент Эльвира Тибилова. Из-за непринятого закона о государственном бюджете у граждан Республики, получающих местные пенсии, не будет возможности их получить, отметила глава парламентского комитета по бюджету и налогам Елена Джоуева, комментируя информацию о надуманности этой проблемы. Тем более, некоторые депутаты целенаправленно вводят в заблуждение народ, распространяя заведомо ложную информацию. Однако, в действительности, эта проблема является первоочередной, так как у правительства нет законных способов выплаты пенсий. Эта проблема действительно есть. И мы очень активно на протяжении последних дней пытались найти выход из этой ситуации, законный выход. Но, к сожалению, законного выхода нет, кроме принятия бюджета. 107-я статья Республики об основах бюджетного устройства, так называемая защитная статья, на которую ссылаются оппозиционные парламентарии, не предусматривает выплату пенсий без принятия финансового документа. Мы это временное управление не можем применить к пенсионному фонду, потому что в этой статье, в 107-й статье, прописан, четко прописан орган, который правомочен осуществлять финансирование в размере не более 1,12 от лимитов предыдущего года. Связано это с тем, что пенсии в государстве выплачиваются не через Министерство финансов, а Пенсионным фондом Республики, внебюджетным органом государства. К сожалению, пенсии финансирует не Министерство финансов, а Пенсионный фонд, наш государственный внебюджетный фонд. Поэтому вот эту процедуру невозможно. Невозможно проигнорировать эту статью и конкретно в части того, что прописан конкретно орган Министерства финансов Республики Южной Осетии. Вот такая загвоздка существует. Поэтому пенсии без принятого бюджета можно начислить только нарушив закон. Законного пути, во всяком случае, мы не увидели. Пенсионеры получили свои выплаты за январь месяц в связи с тем, что система пенсии отличается от выплаты заработной платы. С пенсиями дело обстоит немножко иначе. Они, пенсионеры, получают свои выплаты на месяц вперед. То есть пенсию за январь они получили в конце декабря. Сейчас они должны получить пенсию за февраль. В начале марта они должны будут получить пенсию за март. Вот такая система начисления пенсий. Зарплату мы получаем за отработанное время, а пенсию мы получаем вперед. Напомним, что все государственные бюджетные организации республики с нового года получат лишь 1,12 доли от средств, выделявшихся им в прошлом году. Это напрямую связано с тем, что бюджет республики на 2021 год парламентом не был принят. Глава государства поздравил с юбилеем главу Северной Осетии Алании Вячеслава Бетарова. Ему исполняется 60 лет. В поздравительном послании, в частности, говорится, цитата, «Примите самые теплые поздравления от меня лично и от братского народа Южной Осетии. Благодаря вашим знаниям, опыту, высокой самоотдаче Северная Осетия развивается и преображается. В этот день не особенно приятно пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов и дальнейших успехов в вашей ответственной государственной деятельности». Конец цитаты. Продолжаем наш выпуск. Остались без крова над головой. Большая семья Газаевых из Дзавского района оказалась на улице. Их дом сгорел. Глава государства Анатолий Бибилов, прибывший на место происшествия, дал поручение помочь погорельцам в ближайшее время. Сюжет нашего корреспондента Марьяны Чочевой. В селе Хвцет Завского района этим утром произошло возгорание жилого дома. Пострадавших в результате инцидента нет. Как сообщает МЧС Республики, на место происшествия оперативно выехало два пожарных расчета. «К моменту приезда пожарных расчетов дом был полностью охвачен огнем. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. И после ликвидации пожара дознавателями и экспертами были проведены следственные мероприятия. И предварительно выяснили, что пожар произошел из-за короткого замыкания от электропроводки». Семья Газаевых достаточно большая – 17 человек. Чтобы расширить площадь и улучшить жилищно-бытовые условия, многодетная семья решила построить новый дом. Он находится рядом со сгоревшей деревянной постройкой, но новое сооружение пока непригодно для проживания. Глава государства Анатолий Бибилов прибыл на место пожара с главой Идзавского района и поручил незамедлительно оказать помощь пострадавшим. Семья получит денежную помощь в размере 100 тысяч рублей. Уполномоченным лицам также было поручено завтра же приступить к расчистке завалов и в кратчайшие сроки возвести на месте пепелище дом площадью в 60 квадратных метров и помочь семье стройматериалами завершить строящийся дом. Марьяна Чочиева, Александр Кукоев, информационный выпуск «Сегодня». В Южной Осетии начнется перерегистрация граждан, которые состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Документы начнут принимать уже в понедельник, 8 февраля. Очередники должны обновить свои документы до 1 мая этого года. На сегодняшний день в списках очередников числятся более 2000 семей. С понедельника 8 февраля начинается перерегистрация граждан, состоящих на улучшении жилищных условий при администрации города. Всем гражданам, состоящим на улучшении жилищных условий, необходимо представить документы, подтверждающие их нуждаемость. Перерегистрация проводится с целью определения нуждаемости граждан в жилье. И еще по той причине, что меняется состав семьи, или же дети появляются за это время, или же кто-то выезжает за пределы республики. И для всего этого, чтобы определить, необходимо представить уже обновленные документы. Ученик Цхемвальской средней школы номер 12 Денис Джавиев удостоился почетного знака общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Сегодня юное дарование с наградой поздравили глава государства Анатолий Бибилов и посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Сегодня в 12-й школе в очередной раз чествовали Дениса Джавиева. Маленький гений в области ментальной арифметики удостоен почетного знака российской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Ежегодно «Горячее сердце» отмечает молодых людей, школьников, которые проявили героизм и мужество в различных ситуациях. Церемония награждения проходит в Москве, но из-за эпидситуации Денис не смог выехать. Поздравить юного гения с наградой пришли глава государства и посол Российской Федерации в Южной Осетии. Денису была вручена книга «Общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» выпускает книгу, где рассказывает о детях, которые удостоились почетного знака. Одна из 176 страниц посвящена нашему Денису Джавиеву. Конечно, переполняет гордость. Гордость за наших детей, за вас и за тебя непосредственно. Почему? Потому что найти в себе силы, найти в себе мужество, найти в себе поставить цель и дойти до него, это на самом деле не каждый может, но каждый из нас обязан это делать. Каждый из нас. Но я все-таки слова благодарности в первую очередь, с вашего позволения, и своего Дениса адресую все-таки твоей маме непосредственно. Потому что, если бы не она, если бы не ее сила духа, если бы ее не истреление, чтобы Денис именно достиг вот этих высот, конечно, этого бы не было. И, конечно же, огромное спасибо хочу сказать за Ирию Георгиевне. Это тот человек, который поверил, тот человек, который вместе с мамой взяли Дениса в свои ежовые, как говорят, рукавицы и сказали, Денис, у тебя есть талант, и мы с тобой должны раскрыть этот талант. Что и получилось. Денис, без своего стремления, без своего напора, без своего желания, конечно, все вот эти шаги, которые предприняла и мама, и предприняла Зарина Георгиевна, конечно, не смогли бы, Зарина Георгиевна, не смогли бы сделать ничего, без лично твоего такого дерзкого, можно сказать, отношения к жизни. Поздравили Дениса и посол Российской Федерации Мурат Кулахметов и исполняющий обязанности министра образования Натали Гассиева. То необходимо делать, это твое, это то, что тебя в душе, больше никто не знает. Конечно, это тяжело, но это тебя поднимает на серьезную ступень. И вот эта оценка, это гораздо оценка той, той работы, кропотливой, сизнурительной, тяжелой, которую достигают. Невозможно победить, победить сразу и навсегда. Побеждать надо каждый день, изо дня в день. И тогда ты будешь победителем, и ты идешь по правильному пути. Я хочу тебе пожелать победы на этом пути, всего самого хорошего. А мы с тобой будем всегда делать. Еще раз я поздравляю за такую оценку, всего самого хорошего. Мы действительно очень гордимся победами Дениса в ментальной математике, но еще больше мы гордимся победами Дениса над самим собой. И то мужество, которое проявил этот маленький мальчик в преодолении немалых трудностей, наверное, заслуживает не просто уважения, но и подражания. Потому что нет такой преграды, которую нельзя было бы преодолеть. Школа ментальной арифметики была открыта в Схинвале благодаря Денису Джабиву. Денис замечательный ребенок, у которого есть цель, которой он идет, несмотря ни на что. То есть его силе духа я лично искренне завидую. И Денис является образцом для подражания для многих и детей, а также и взрослых. Когда Денис систематически бывает в разъездах, и когда он приезжает в родную класс, в родную школу, то школа всегда его с обязанностей встречает в классе. Денис поблагодарил всех за поддержку и внимание, и заверил, что продолжит учиться надлично и радовать всех своими достижениями. Спасибо президенту Южной Осетии, и спасибо директору 12-й школы и учителям. Также хочу сказать благодарность школе ЮСИМАС и директору, и учителям. Денис уже готовится к новым соревнованиям по ментальной арифметике, которые пройдут в городе Владикавказ. Яна Плева, Регина Черткоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в Схинвале состоялось открытие дома-музея выдающегося ученого-филолога Васу Абаева. Музей сильно пострадал во время августовской войны. На его восстановление в первозданном виде ушел не один год. Материалы, труды, исследования, фотографии – все собиралось покрупиться. В музее Васу Абаева будет действовать и лингвистический центр. Обо всем подробнее в материале Анжелы Кукоевой. Над восстановлением дома-музея Васу Абаева работали несколько лет. Музей сильно пострадал в 2008 году. За это время пришлось заново по крупицам собирать материал, связанный с именем языковеда. Была проделана огромная работа, чтобы восстановить дом в первозданном виде. На торжественной церемонии открытия присутствовали президент Анатолий Бибилов, члены правительства и общественность. Со знаменательным событием собравшихся поздравила исполняющая обязанности министра культуры Жанна Засева. Она провела гостям экскурсию. В первую очередь показала кабинет ученого. В музее можно увидеть труды, исследования, фотографии, личные вещи и подарки, преподнесенные ученому. Жанна Засева показала президенту подарок Васу Абаева от Расула Гамзатова, кинжал, который впоследствии был передан музею. Это вещь, которую держал он в руках. Я созвонилась с семейством, с родственниками, близкими Расула Гамзатова, и они мне подтвердили, что в то время это был самый ценный подарок. Книга Анатолий Ильич 1844 года. Это Андрея Шогрина. И Василий Иванович работал с этой книгой. И Московская-Остинская община любезно нам помогла приобрести вот эту книгу. Мы просто боимся. Вот это осетинская грамматика 1844 года. В скором времени в доме появится и центр лингвистики. Планируется собрать разные словари, чтобы студенты-языковеты занимались здесь. В мансардной части расположен конференц-зал. И сегодня же здесь была проведена первая конференция, посвященная жизни Васу Абаева. Президент Анатолий Бибилов поблагодарил директора комбинета хлебоболочных изделий Вадима Цхавребова и ее супругу Шамрину Елену за вклад в строительство дома-музея и наградили Елену Шамрину почетной грамотой. От всех нас спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...